Мисс Украина-Юг Вероника Шувалова рассказывает, что победа в конкурсе Мисс Одесса-2018 была для нее заветной мечтой. Юная красавица не собирается останавливаться на достигнутом и уже планирует участвовать в национальном конкурсе красоты Мисс Украина. Меня приполняют эмоции, мое сердце наполнено благодарностью каждому, кто поддерживал меня, кто критиковал. Это делало меня сильнее и увереннее в себе. И мой путь начался именно с конкурса красоты Мисс Национального университета Одесская Рижская Академия. Ровно год назад я одержала победу в данном конкурсе. И хочу выразить огромную благодарность президенту нашего вуза Сергею Васильевичу Кивалову за то, что поверил в меня, за то, что поверил в мой талант. И именно это дало мне тот самый толчок, который мне нужен был. И дал путь на следующий проект, проект главного конкурса красоты города. Это Мисс Одесса-2018. Конкурс Мисс Академия дает возможность студенткам проявить весь свой творческий потенциал. Создает условия для девушек, которые могут, принимая участие в конкурсе, совмещая это с учебой, дальше творчески реализовываться и идти в такие проекты, как главный конкурс города Мисс Одесса. И, конечно же, имея такую базу и подготовку, и такую поддержку активную всего студенчества и руководства Академии, конечно же, они добиваются результатов. Ежегодный конкурс красоты Мисс Академия приурочивается ко дню рождения университета и проводится с первого года существования вуза. Жюри этого конкурса всегда делает правильный выбор первой красавицы университета, поскольку победительницы Мисс Академия добиваются успехов на многих престижных конкурсах красоты нашей страны и мира. Выпускницы Одесской юрокадемии Александра Николаенко и Олеся Стефанко в разное время входили в топ самых красивых женщин мира. Александра Николаенко, финалистка конкурсов «Мисс Вселенная-2001», «Мисс Американская мечта-2001», «Мисс Туризм Интернешнл-2002», продолжила успешную карьеру моделей, вышла замуж за американского миллиардера Фила Рафина, сегодня является постоянным членом жюри конкурса «Мисс Вселенная». В 2011 году Олеся Стефанко завоевала титул первой вице-мисс Вселенная. Президент ВУЗа Сергей Кивалов говорит, что главный секрет успеха девушек заключается в сильнейшей студенческой поддержке. Вы знаете, если бы они не были студентами, вряд ли бы они смогли себя реализовать. У нас очень сильный центр культуры и выявляет лучших из лучших и талантливых, и они потом выходят участвовать в «Мисс Одесса», «Мисс Украина». Поддержка студенчества очень высокая. Вот посмотрите, мы проводили «Мисс Университет» в этом году. Почти 2000 студентов было. Это настоящее шоу было. Ни в одном зале нет такой поддержки, которая вот есть среди студентов, наших студентов. Они очень дружные. Напомним, что в этом году конкурс «Мисс Одесса-2018» проходил в Одесском национальном академическом театре оперы и балета. В финале конкурса Вероника Шувалова представила на суд-жюри хореографический номер, очаровав зрителей невероятно трогательным балетом. Также в конкурсе приняли участие представительницы юридического колледжа Одесской юрокадемии Юлия Крачун и Елизавета Стриженюк. Честь вуза на конкурсе защищала студентка факультета лингвистики и перевода Международного гуманитарного университета Дарья Щербакова, которая завоевала титул «Вице-мисс Одесса-Всемирная-2018». Она одержала победу на конкурсе «Мисс» в своем вузе, а визитка в шестом поколении чтит семейные традиции. Субтитры создавал DimaTorzok